Преподаватели и студенты Саранского гуманитарно-технического колледжа и профессоры Караганинского государственного университета обсудили вопросы перехода казахского языка на латинскую графику. Участники конференции заявили о поддержке данной реформе. Напомним, что недавно была опубликована программная статья у главы государства «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания», в котором говорилось о поэтапном переходе казахского языка на латиницу. Курмангаза Семьбиев заявил, что поддерживает эту идею. Именно сегодня будет уместным переход на латинский алфавит. Чтобы мы не разрушили и не забыли свои духовные ценности, чтобы сохранили национальную духовность, чтобы были единым народом и делились нашим национальным наследием с другими народами. И, конечно, чтобы в 21 веке не отставать от других государств, будет уместным переход на латинский алфавит. По словам профессора Жандоса Смогулова, за свою историю казахский язык претерпел много изменений. До IX века казахи использовали руническое письмо. Затем казахский язык стал записываться арабской вязью. В 1929 году за один месяц был переход на латинский алфавит. Но уже в 1940 года в Казахстане посеместно начали использовать кириллическое письмо. Вопрос перехода казахского языка на латинский алфавит впервые обсуждался главой государства в 2006 году на 12-й сессии Ассамблеи народа Казахстана. И вот с тех пор прошло 10 лет. За это время проведено много работы. Собирались ученые, обсуждали переход на латинский алфавит. И сегодня уже начали работать над созданием книг на латинице. Сегодня школьники и студенты учат английский язык. По мнению участников, это позволит без проблем осваивать латинские буквы казахского алфавита. Уже с 2018 года начнется подготовка специалистов для обучения новому алфавиту и выпускник с латинским алфавитом. Полный переход на латинницу планируется завершить в 2025 году. Ажара Гибаева, Анна Шелкарбек Жаслак Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.